Всем привет! Вы на канале Оттенки Лето, канале номер один по путешествиям во всем мире. Хотя, ну ладно, пусть будет на канале номер два, то Птушкин обидится опять, блин. Вот. Сегодня мы приехали в местечко под названием Монджот, расположено где-то в 30 километрах от Чангмая. Это что-то вроде парка. Вот смотрите, какая здесь красотень. Много всяких локаций для фотосессий, погулять, значит, поддохнуть, красиво провести время. Замечательный факт про это место, оно работает, представляете, я первый раз такое вижу, два месяца в году. Десять месяцев не работает, два работает. Вот, поэтому сейчас вообще суперэксклюзив, поехали! Покупать билеты, у них тут все оформлено очень круто, даже вот тикет-будка, вместо нее такой стилизованный американский автобус. На входе вот обязательно проверяют вакцину, сейчас смыслы покажем. Муж, покажи вакцину. Так, муж показывает, сейчас я покажу. А, и паспорт. Ну все, формальности вакцины позади, мы показали, нас пропустили, все нормально, температуру измерили. И прикол, походу все бесплатно, мы подошли вон к той будке, да, ну не к будке, к автобусу, где билеты покупать. Никого там нету, нигде не спрашивают, никакие деньги. Просто показал вакцину, измерил температуру и все, пошел гулять себе. Сразу после входа, первая красивая штука, с которой можно фотаться. Мы тут подождали, пока люди свалят отсюда, наконец-то. Вот такая крутая классическая тачка, это Ford, там, 50-60-х года. Судя по тому, что у него даже есть вот регистрационные номера, да, тайские, ну, походу он на ходу даже. Ну вот здесь находится такой жилой, походу, дом. Он же и красивый, но и жилой, потому что там вот стоят указатели, private zone. Ай, кака красота, какие лужайки. Врываемся уже ближе к основной экспозиции. Вон там, видно, цветочное, более красивое. Еще один крутой Ford здесь стоит. Еще какой артефакт из Лондона, привезенный миллион лет назад, судя по тому, какому состоянию. Каждая клеточка этого пространства прям напичкана локациями для фоток. Ну все, недавно один раз переночевали в трейлере, вот на колесах в этом. И вот здесь их теперь будем встречать везде. Здесь вот один, во второй. Сейчас посмотрим, что там внутри. Там внутри все симпатично, но старенько немножко, конечно, видно. Внутрь не пускается, кстати. Мы там подергали ручки. Нет, там все заперто. Внутрь заглядывать прям, ой, прям очень симпатично. Блин, а желание заиметь такую штуку себе прям немножечко даже усиливается. Так, фокус, пожалуйста, внутри, спасибо. Сейчас у него вот такой шеврага. Не трогать, да но трогать, спасибо. Сейчас наш специальный корреспондент Юлия все расскажет, что это за потрясающее поле с цветами. Итак, Юля, рассказывайте. Да, это поле с цветами, мы видим уже не первый раз, мы на таких бывали. И до этого платили за это, кстати, 50 бат, чтобы пофотоваться. И это цветы, мы только что разознали, это симфиатрику. Они очень пушистые и прикольные фотки с ними получаются. Так что всем советую. Отличный, отличный репортаж, спасибо, Юля, спасибо. Мой муж тоже немножко инстамодель, поэтому он вот любит позировать. А, красиво, о, красиво, хорош, 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 вот так, вот так, о, сколько лайков. Лайки, да, там, ну эти, как они, хаски, 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 больше хасок нам точно. Сверху тоже здесь прикольный вид, на том, где мы только что были, где рамка, где трейлер, вон, где стоят. Вот такая фотозона, еще одна, в таком европейском стиле. И вот с противоположной стороны тоже симпатичные штуки такие. Сейчас пойдем вон туда, к озеру, где вот два парусника. К озеру найдена самая невосреванная локация. Какая-то штучка типа кафе. Мы в одном из отелей видели очень похожий павильончик. В котором кофейня у них расположена. Ну, никого нет. Уже время близится к закату. А это самое классное время для фотографий. Кто в курсе, тот знает, как говорится. И вот эти два парусника. Все, мы к ним уже направляемся. Вот что за люди, а? Вот заняться нечем. Всякую красоту выращивают, выстригают ее потом. Зачем? Непонятно. Если вам будет лениво смотреть в описании видео, то вот так называется это место. Ну, все, как обещал. Подошли к озеру, вот. Первый парусник стоит. Молодцы какие, приперли. Хотя это озеро плавать тут некуда. Думаете, мы пришли сюда, такие быстренько все отсняли и ушли. Нифига. Вот стоит, ждет человечек, чтобы зайти. Там очередь, чтобы зайти и сфотаться на фоне парусника. Довольно сложно поверить, что все это вообще бесплатно. То есть, никаких билетов, ничего. Мы просто приехали, зашли, как и все остальные. Вот. Вся эта прелесть для фотосессии. Все бесплатно. Вокруг прям очень много зон для фотосессии. Даже вот такая лодочка и запускают. А кто-то приходит со своими мелкими друзьями. Тайская достопримечательность любая абсолютно не может без этого. Конечно же, тут еда, питье, напитки. Все очень сладенькое, вкусненькое, потрясающе. Вон там много вагончиков, большой выбор. Вот здесь можно посидеть, если устал, и поесть. Рассказывай, что ты взяла здесь себе за напиток? Я тебе взяла здесь напиток, он красненький. А это значит, что в нем свеколка. Отдельно могу отметить приятную историю, что здесь вот еда. Вот ассортимент есть, и цену никто не ломит. 50 бат за порцию. Классическая, значит, стоимость для фудкортов или макашниц. Сейчас продают вагончики «Куси меня», которые называются. 49 бат. А, корндок. Ага, ладно. А вот клубничка, вот клубничку мы точно сейчас возьмем. Почем начали? О, слушай, кстати, неплохие цены. Жалко, правда, клубника сама. Чуть-чуть зеленоватыми местами. Тут притаилась вот такая красивая кафешечка под названием «Боско». Кто знает, в России есть такой бренд спортивной одежды, но он никак не связан с этой кофейней. Когда-то это было самолетом. Теперь это самостой. Странно, но на Google Maps мы не увидели этой точки, а ведь здесь такой крутой водопад. Смотрите. Ну что мы можем сказать об этом месте? Очень прикольно, особенно для тех, кто ведет Инстаграм. Вы можете реально приехать и за один день наделать контент на целый год, на полгода. Не знаю. Но локаций очень много, они все в таком европейском стиле, так что одевайтесь соответствующе. И нам повезло, я не знаю, до какого будет эта акция, но мы прошли бесплатно. Да, я совсем согласен. Все классно, приезжайте, очень здорово. Сейчас муж скажет концовку. Поехали. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...